Жители Алматы опять вступились за свой город. На этот раз активисты намерены отстоять ботанический сад. В прессе появилась информация о том, что на участке в 2 гектара чиновники планируют построить музей современного искусства. Чего опасаются общественники и что об этой идее думают сами искусствоведы, узнавал Тимур Ермашев. О том, что в Алматы в скором времени может появиться музей современного искусства, большинство горожан узнало из новостных лент, которые ссылались на пресс-службу Акима города. Сообщается, что новый объект будет занимать площадь в 2 гектара на территории, прилегающей к ботаническому саду. Чиновники даже планируют подключить к строительству лучшего архитектора Испании. Эскиз здания уже успели одобрить члены градостроительного совета. Однако благая на первый взгляд инициатива вызвала неоднозначную реакцию среди жителей города. Пыль, грязь с этой стройки накроет половину ботсада 100%. То есть это фактически нанесет непоправимый ущерб. Ну какой может быть вариант событий? То есть они сначала начнут эту стройку, фактически уничтожат ботанический сад, потом проведут дополнительную экспертизу и скажут, ну все, ботсад уничтожен, давайте мы из него там очередное ТРЦ сделаем. Ботанический сад Алматы представляет собой уникальный научный объект, где собрано свыше тысячи видов различных растений из разных уголков мира. Площадь объекта превышает 100 гектаров, которые официально признаны особо охраняемой территорией. Интересно, что против строительства музея вблизи парковой зоны выступают даже сами представители искусства. Директор галереи современного искусства Тенгри Умай Владимир Филатов уже больше 20 лет добивается открытия в Алматы выставочного центра для местных художников, но еще ни разу власти не захотели внять его просьбам. Тем подозрительнее показалась ему новая инициатива Акимата. По словам гражданских активистов, решение о строительстве музея на территории, прилегающей к особо охраняемой зоне, не может быть принято на уровне Акимата города. Официально ботанический сад курируется Министерством образования и науки, но даже они не вправе решать его судьбу в одиночку. Чтобы разъяснить ситуацию, мы направили запрос в администрацию Института ботаники и фитоинтродукции, однако ответа пока не получили. Тимур Ермашев, Думан Сулейменов, Информбюро, 31 канал.